Чёрно-белые фото Там мы были с тобой, там остались силы Мы высоких особо не знали идей, нам бы выжить А после помыться только знают о нас Брат сегодня везде, этим тоже мы можем гордиться Только знают о нас, брат сегодня везде Этим тоже мы можем гордиться Нас особо не сильно любила страна Черный хлеб, да побольше горчицы Но за вещи, где наши с тобой имена Она может сегодня гордиться Но за вещи, где наши с тобой имена Она может сегодня гордиться Что руками махать, мол, такие орлы Все не могут в рубашке родиться Мы удачи сполна, заплатили колым Мы теперь этим можем гордиться Мы удачи сполна, заплатили колым Мы теперь этим можем гордиться Цивилизация война Свои понятия и причины Свои раскраски и дела И звание, и лексикон Есть цель, которая нужна И есть нормальные мужчины Сегодня сильный, только прав У тебя такой закон Есть цель, которая нужна И есть нормальные мужчины Сегодня сильный, только прав У тебя такой закон У тебя такой закон У тебя такой закон Авторская вечер Игоря Морозова Который называется Батальонная разведка Мы вместе с вами уже Несколько лет И мне очень приятно, что Один из ведущих Культурных центров нашей столицы И нашей родины Барт-клуб Нездо Грухаля Представляет нам Свои замечательные Помещения Своё замечательное Тепло своей души И одного из лучших Звукоператоров нашей столицы Илью, аплодисменты Для того, чтобы Мы с вами могли Ещё раз почувствовать Жизнь В том объёме, в котором Мы её чувствовали Когда носили на плечах погоны Сидели за пультами своих Боевых установок И выполняли боевые задачи Невзирая и вопреки Сегодня, дорогие друзья У нас замечательный день Пошёл снег Скрыл нашу серость и грязь И мы говорили, что у нас сегодня Будет несколько праздников Мы всех поздравляем С наступающим Новым годом Естественно Ну а первый праздник Который сразу приходит на ум Это 5 декабря Это начало Переломного момента Великой Отечественной войны Поднимите, пожалуйста, руку Те, у кого родственники Воевали в Великой Отечественной войне Спасибо Вот Мне кажется, что всё-таки Перелом в войне Это было московское сражение Когда впервые за всю историю Второй мировой войны Самая страшная военная машина Которая перемолола за 14 дней Польшу За 18 дней Францию Которая за 3,5 месяца Практически уничтожила целиком Ту Красную Армию Которая встретила её 22 июня 1941 года Эта военная машина Вдруг забуксовала Остановилась и покатилась обратно Какой ценой Какими средствами Это уже другой вопрос Но самое главное, что Уже разбитая Потерявшая все свои Сотни, десятки тысяч танков Сотни тысяч Актуристских орудий Миллиарды патронов и снарядов Обескровленная Красная Армия Оказалась жива И это одно из самых главных чудес Нашей с вами жизни Потому что если бы этого не было Мы бы сейчас говорили на другом языке И нас не было бы вообще Как людей Вот поэтому вторая песня Это присвящение Московскому ополчению 1941 года Когда впервые за всю историю Московского метро 16 октября Остановилась Когда пустая Москва стояла И по ее улицам Раздавались гулки и шаги Колон Людей с винтовками Вот Ездила конная милиция И стреляла без предупреждения Во всех, кто несет мешок за плечами По-другому нельзя было в то время То Тяжелое время Вот И самое главное, что 4 миллиона москвичей 800 тысяч человек ушло в ополчение Каждый пятый То есть можно по-разному относиться К москвичам Рассказывать о них всякие гадости Но цифра и прямая вещь И Московское ополчение 1941 года Это еще тема Которая ждет своего описания Вот эта звездочка Была поднята Под городом Зубцовым Поисковым отрядом Из города Челябинска Ее подарили Я к ним приезжал в гости Они откопали яму санитарную Которая лежала в 25 командир В Красной армии Это вот Скуражный Человек Который лежал В этой яме Это все наша с вами жизнь Наша с вами смерть Наша с вами слава И наша с вами гордость Под листопадом Перешел Палевый Под осенью волшебной торжества Уходит на войну Москва Цвета и лари Уходит по Стернаково Москва И репины И доты галеровские Торжественный И неумилый строй И затихают Улицы московские Наполнив ожиданием Воздух свой Уходят из траги И опоясаны Веселые Смешные Чудаки И засихают Тополи И ясени И двери И трамвайные Звонки Уходят Неуемные И скромные Все Получивши Звание Солдат Ведь сказано Всталай страна огромная Садовая Пречистенка Арбат Уходят Не за званием Не за славою А потому что Стало нелегко Уходит Агранович Сагуджавою Ваншенкин Долматовский Михалков Ведь те Кто были прежде Перемили Сил не хватило Веры И люма Ведь против нас Сегодня Гетте с Шиллером И Вагнер И Петховен И Ремак Идут Волоколамками Таранками Бемоль Санскрит И римские Права И будут Их давить Подвязь Мойтанками И в контратаках Швайсер Не рвать И мерзлая Земля От взрыва Внятая Примет Тверческие Их пути Идут Но все же В мае Сорок Пятого Берлину В ополчение Войти Тверческие Давайте встанем и попомянем, у кого есть счастье. Просто помолчим. Всех наших боевых товарищей, не вернувшихся с поля изражений Афгана, Чечни, Анголы, Вьетнама, Кубы, Нигерии, Сомалии, Эфиопии. Что я еще забыл? А? Алжира. Там вся весь мир. Давайте помолчим, ребят, три секунды. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Есть одна очень хорошая мысль, но я вижу, здесь собрались настоящие люди, настоящие военные, имеется в виду женщины в том числе, потому что без вас как воевать невозможно. Понятно, зачем бежать вперед. Есть в жизни очень хорошие мысли, которые в любой ситуации помогают тебе собраться с силами. Одна из этих мыслей здесь очень простая, она такая жесткая, она состоит в том, что мы все когда-нибудь туда уйдем. У меня ровно год назад ушел из жизни, ну почти год назад ушел из жизни мой тесть, полковник ОПХСС, когда в 92-м году Баренникова поставили министра Нужных дел, он написал рапорт и уволился. Потому что он сказал, что в рапорте написал, что я вел на этого господина уголовные дела за хищение социалистической собственности и служить под его руководством я не имею права. Ушел человек на пенсию, да и так или иначе, дорогие друзья, мы все гости на этом прекрасном белом свете и ничего в этом плохого нет, ничего в этом хорошего тоже нет. Это так устроено быть ее. Поэтому очень хорошая поговорка есть, сделай что можешь и будь что будь. И вот я хочу сейчас посвятить эту песню нам с вами и всем нашим боевым товарищам, которых сейчас уже с нами нет, к сожалению, но которые нас видят, которые нас чувствуют, что мы хотим, что мы делаем, почему мы так делаем и которые нас ждут. И когда мы вернемся с войны, красивые и молодые, повеяны дымом побед, покрытые оками и рам, И будут награды сиять, и волосы наши седые, когда мы вернемся с войны, под марши и крики «Ура!» И когда мы вернемся с войны, нас встретят хлебами на блюде, нам громкие скажут слова, как правильны мы и нужны. Мы были надеждой страны, останем нормальные люди, нам выпить бы и закусить. Когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны, все девушки будут прекрасны, все женщины будут милы, доступны, тихи и нежны, мы будем их вечно любить. И черных, и белых, и красных, и утром, и ночью, и днем, когда мы вернемся с войны. А нам высоко над землей, над самой высокой мышкой, кому и куда повезло, в раю или в озере воду, уйдя из разорванных тел, погибшие наши пранчички. Внимательно и с высоко нас видят, и слышат и ждут. А мы похвелимся с утра, на форме заштопаем дырки, и со мной суровый приказ за Родину вой пойдет. Но все же наступит пора, фуражки и там без козырки, обмашли, когда не усе, мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны. Еще одна дата, которая была совсем недавно. 5 ноября меня пригласили в город Новосибирск, в училище, в институт МВД, которым открылся год назад разведку факультета, факультет разведки и спецназа. И вот представляете, прилетая в замечательный город Новосибирск, вечером в 18 часов, утром встаете, еще зубы, мне звонят и говорят, Миш, ты извини, к нам сегодня в 3 часа утра приехала комиссия из Москвы и проявляет наш институт на предмет его закрытия. Поэтому вместо трех концертов у тебя будет один. Ну, сами понимаете, когда люди в 3 часа встали, причем мне рассказывал замполит факультета, я, говорит, лежу, бросил. Тут открывается дверь, вижу, что такой силуэт мужчины в папахе. Они в папахах там не ходят, они ходят в шапку, потому что они там все время то бегают, то ползают, то стреляют. И мужчина заходит и говорит, эй, ты, вставай, тревога. В общем, мы в 3.15 подняли, посадили на технику, привезли на полигон, они там пробежались 10 километров, потом постреляли, потом надели ОЗК, потом сняли ОЗК, потом побегали в ОЗК, потом сняли ОЗК, потом у них начался рабочий день. С этого дела. Их целый день проверяли, они писали зачеты и так далее, и так далее. А в 7 часов вечера, в домовой концерт, они все-таки собрали свой факультет, и он самый в этом, пел песни всякие, конечно, старался. Самое было классное, ребята, когда в конце концерта мы спели «Стоя день России», без всякого понукания, без фанеры, без фанфар. А просто вот, представьте, 450 молодых здоровых мужиков стоит и поет хор. И я почувствовал, что, наверное, демократы нас не до конца победили, раз такое есть у нас в природе. И четвертую песню я хочу петь сейчас посвящение спецназу всем ветеранам частей специального назначения, которым дал Бог остаться живым. Дай Бог, ребята, вам здоровья, хорошего настроения. Ну, а тем, кто там, тем вечная память, вечная слава. И вот песня, которая была написана по поводу Козлевича. Вы знаете, есть такой мужчина. Вот, такой он с усами, серьезный очень. Написал 15 книг, общий тиражом 45 тысяч экземпляров. Ну, вообще, в народе его известен как Сергей Владиславович Козлов. Вот, ну, сами понимаете, для вас, Козлов, переходы по настройу. Вот, он Козлевич. Первый офицер, который в тусе встретил в СПМ, 22-я бригада, Андагарская, дал, сделал результат. Вот, и мне очень приятно было с ним познакомиться некоторое время назад. И благодаря общению с этим человеком, родилась целая серия песен, посвященных... Посвященных спецназу 5-го ноября. Блёс спецназу. Дымит забитый караван, Ствол остывает перегретый, Лежит вокруг страна Афган, Который, блин, сплошное лето, А за хором гудит броня, Забрать на базу результаты. И так всё славно у меня, И целые все мои ребята. Вот история, в общем, несложная, Есть идея и есть результат. В мире нет ничего невозможного, Если правильно всё просчитать. В мире нет ничего невозможного, Если правильно всё просчитать. Дальше Чечня. Сюжет был грустным у кино, Смотреть не хочется, но надо. Зелёнки возле введено, Колонна наша из засада. Афган, да блин, наоборот, Их пули на моём металле. Да спа с дороги поворот, И результатом мы не стали. Вот история тоже несложная, Их идея, да мой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, Что сумели не всё просчитать. На стойке офиса в пыли, Играет солнце отражение, И венцелятор шевелит Бумажки, лопастей, движения. Я погуляю и помолчу, И жизнь идёт, и я не старый, И память снова подлечу. А результат у Кандагара, Где история вышла несложная, Где идея и был результат. Жаль, что милая жизнь невозможная, Невозможно в ней всё просчитать. Жаль, что милая жизнь слишком сложная, Слишком сложно мне всё просчитать. Дымит забитый карман, Сужет был грустный мутинут, На стойке офиса в пыли. Так, я так разволновался, Что за окон про день военной разведки. Какого числа? Пятого. Пятого. Ну, то же самое, да. Милая жизнь. Вот. Ну и, конечно, день военной разведки, Когда вдруг все вылезают из-под кровати, Нацепляют на себя летучие мыши, Гвоздики, Ходят по городу, важно. Вечером пьяные, кто-то делётся, Кто-то там кричит песни с балкона, Батальонная разведка. В общем, нормально. Люди помнят, это самое главное. Вы же знаете, мы же с вами знаем, Пока ты помнишь, ты живой. И вот, поэтому, конечно, Такая песня. Похвастаться хочу, что вот в прошлом году, У нас же, знаете, страна беспредельных возможностей. Вот у меня есть медаль, Ко мне дали друзьям, Это значит, 90 лет военной разведки. Потом прошло 4 года, И военной разведке наступило 200 лет. Вдруг. Вы помните, да? По этому поводу, в прошлом году устроили, значит, В театре советской армии, Там много народу пришло, пели, плясали. Вот. А в этом году военной разведке 95 лет, Я думаю, опять выпустили медалью. Вот. И они у меня все вот так висят, В одну шеренгу, значит. И что меня спасает? Мой воспаленный разум. Вот. Это то, что Родина мне дала медаль 70 лет вооруженным силам. Она у вас есть, наверное, у всех. Такая медаль красивая. А в 2002 году та же самая Родина Дала мне медаль 200 лет вооруженным силам. Но правда, в 2002 году там было 200 лет вооруженным силам Российской Федерации. И как это все совместить, я не знаю, если честно. Но это прикольно. От Советской Армии, от Красной Армии, я не пропировал. Вот. Тут, знаете, не зря же Гитлер отписал своим солдатам инструкцию, что ни в коем случае не вступайте с ростами в политику. Они способны любого человека. Вы сразу стреляете и все. И он ведь был прав, зараза такая. Ну и вот, естественно, хочу похвастаться, что, извините, пожалуйста, я не пиши его. И мне вот повезло, что меня взяли с большими дяденьками, с Кобзоном, с Ларисой Долиной. Там был еще и с разведчиков. А, Александр Маршал, хороший очень мужик, кстати, говорит. Ну и вот меня взяли единственного из чайников с этой самой песней, которую я сейчас хочу вас поздравить с Днем военной разведки. Вот. Песня родилась в славные 90-е годы, когда нам платили зарплату иногда. И основной задачей начальника подразделения было сохранить любимый личный состав, которому разрешалось абсолютно все, кроме продажи Родины, конечно. Вот. Ну и нам удавалось что-то, конечно. Что бы нам не удавалось. Ну, не важно. Полковник военной разведки, называется песня. Посвящается всем полковникам военной разведки, которые здесь находятся. Илюша, сейчас эхо поменьше дадут. С окошком осенние ветки, ветер трогает с мокрой рукой. Я, полковник военной разведки, берегущий ваш сон и покой. Блещут ручки в столе, как патроны, боевая в графине вода. И четыре моих телефона, ой, на подвиг готовы всегда. За спиной пустыни Афгана и блестящие пульс светляки. Я гляжу на заставку экрана, где на Петре мои мужики. Там все было красиво и просто, здесь душманы, тут мы, там союз. Там мои лейтенантские звезды, по достоинству всем воздают. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, и Суздаль, и Арбат. Страна родная, что берет и дает, а я ее, страны родной солдат. Дома смотрят веселые детки, все гнетет на болевший вопрос. Что, полковник военной разведки, кроме славы домой ты принес? Ох, полковник разведки военной, кто бы идею мне подложил? Как бы жизнь защитить у вселенной и в семье до получки дожить? На стене фотография деда, что в разведке служил полковой. Он не дожил два дня до победы, языком заславливший собой. На веселую эту эпоху он глядит, усмехаясь в усы. Что ж, ребята, как будто неплохо, лишь бы совесть не класть на весы. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, и Суздаль, и Арбат. Страна родная, что берет и дает, а я ее, страны родной солдат. Так устроена эта природа, сколько криками светними сигарь из Пушкинского перехода. До сих пор в этом небе висит. Я привык говорить осторожно, но, поверьте уж, на славу мне, Это жизнь без меня невозможна в нашей славной, нескучной стране. Я уйду из тревожного списка, после всех неудач и побед. На дорогах разбитых российских ветры пылью самоют мой след. Но останутся буквами текстом, мыслей, точностью, четкостью фраз. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, и Суздаль, и Арбат. Страна родная, что берет и дает, а я ее, страны родной солдат. А я ее, страны родной солдат, и втрепта в парке каменный солдат. Еще один праздник, который в этом году состоялся, это 70-летие битвы по Сталинграду. Я считаю, что все-таки, конечно, перелом это московское сражение. Когда немцы остановились, стало понятно, что никакого Блицкрига не будет, а будет что-то другое, а что никто не знал тогда. Потому что воевать наши еще не умели, а немцы поняли, что все, что они умеют, здесь не работает. Потому что вся смазка замерзла под Москвой, а сено все сожгли. И, ну и, в общем, только самое интересное, только начинается. И сколько это все будет продолжаться, и, ну, стало понятно после Москвы, что все, конечно, тердык, немцам тердык. Вот, а, ну, немцы, люди упорные, действительно, великая нация. И вот песни, которые я пел вначале, это же действительно, вы знаете, мы все военные, что офицеры воспитываются на той культуре, где они живут. Вот, если у нас Чайковский, Толстой, Достоевский, это наши, да, то у них Фейербах, Дедик, Варгар. Вот, как бы их Гитлер не запрещал, все равно это их культура, на которой они выросли. И поэтому это великая нация, в которой очень многие вещи не делали. Да, никуда мы от этого не денемся. Вот, и Сталинград, Сталинградская битва, 70 лет Сталинградской битвы. Совершенно фантастическая тоже битва, когда уперлись рогом один и второй. Вот, когда самая сильная немецкая армия, немцы уже понимали, кто перед ними, как они воюют, какого калибра у них пушки, с какой стороны простреливается танк Т-34, ну и так далее. Когда они уже сделали противотанковую артиллерию, когда уже не было вот этого подавляющего превосходства Т-34 и КВ, когда КВ вообще уже запретили воевать на дальность к прямому, их уже не осталось практически. Вот, 42-й год, 43-й год. И 6-я армия во главе с Паулюсом. Паулюс разрабатывал план Барбаросса, один из лучших полководцев мира вообще. Вот, и эта армия катилась, как паровой каток, медленно, медленно перемалывая всех, кто перед ними стоит, все эти резервы, все-все-все-все. И докатилась до 100 мг. Вот, и, наверное, конечно, конечно, да, я вообще хотел написать что-нибудь, но никак не мог, потому что не чувствовал тему. А потом внезапно оказалось, что тему у меня во мне самом находится. Я учился в школе под Симферополем, школьный поселок, какой был, Симферополь-28, НИП, откуда управляли домохором. И у нас был учитель труда в школе, Николай Михайлович Зимаев, такой коренастый дядь, как кудрявый, красивый, который никогда не надевал ни колодок, ни медалей, ничего. Потом мы однажды его раскрутили, на 9 мая. Он нам рассказал, что во время Сталинградской битвы был страшной ротой. Он каждый вечер принимал пополнения, которые через Голубу перевозили ночью. Выдавал им патроны, еду, и они шли воевать. А вечером возвращалось то, что осталось от роты. Каждый утро к нему перевозили 200-250, и у меня, я запомнил цифры, 200-250 человек каждый утро в роте. Вечером возвращалось 15-20. Все остальные там оставались. И он посчитал, он говорит, у меня в роте воевал 3,5 тысячи человек примерно. То есть ничего не надо выдумывать, читать, а просто вот. И написалось это все буквально за полчаса, то, что я сейчас спою. А Михалыч не спорил со мною, свои локти держа на столе. Я, ребята, служил старшиной в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте, 220 примерно ребят. Мне на них по моей поработе выдать хлеба, патрона, гранат. Им потом по развалянам топать, маскируясь ночной зарей. А потом по взводам, по окопам, на фашистского зверя вперед. А потом на машинам гиверы, прикрываясь могучим ура. Вот и вся эта робика еда, что пришла из-за Волги вчера. А потом длинным матом, кулаком по плакатам, где все эти солдаты, нам кричал старшина. Я их вечером синим встречу черных и сиплых. Два десятка сил. Вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали солдатушки пленных, просто нигде их было держать. Там пять дней под камнями кричали, и растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно, там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня. Мне ж давали на двести, а осталось их вместе. Двадцать, твою мать! Там какие секреты! Соль, тушенка, галеты! И куда мне все это после было девать? Мы его на девятый мая стали грамотою награждать. Мы, Михалыч, вас так уважаем, вы для нас настоящий солдат. Он ответил Ребята, не надо! Я от чистого сердца прошу После этого вот Сталинграда Я наград никаких не ношу. На гармошке полночи фигарилу Нам за роту в три тысячи солдат. Николай наш Михалыч Зимарин Старый школьный учитель труда. На гармошке полночи наявивал Нам за роту в три тысячи солдат. Николай наш Михалыч Зимарин Школьной юности суперзвезда. Ох, ребята, ребята! Вы же учитесь в пятом, Вам же тоже в солдаты. Где без слов под приказ ты лаюй Так, как можешь, Но не дай тебе, Боже, Чтобы было похоже, Как все было у нас. Как все было у нас. Ну и вот совсем неожиданная вещь случилась. Меня мои друзья, старые друзья, пригласили к Сибирь в институт, третий сними Министерства обороны, на день артиллерии и ракетных войск, который был, как вы помните, совсем медален. Вот, да. Ну и вот, как-то я начал считать. Я был всю жизнь уверен, что наша артиллерия, наша артиллерия, вот, а выяснил, что настоящая наша артиллерия включилась в пушек Крупа, который нам предлагал бесплатно. А царское правительство, которое возглавлял святой Николай II, от него отпихивалось, и покупали пушки Шнейдера во Франции, потому что за них откат шел. Знаете, да, вот есть такой. Я говорю, из кавалерии хочу в артиллерию. Почему? Говорит, каждый выстрел откат. Вот. И Матильда Кшесинская, всем нам известная, значит, с балкона, который Владимир Ильич Ленин говорил о своей речи, пламенной, она, кажется, сделала свое состояние вот как раз на пушках фирмы Шнейдера, которые царская правительство через ее, значит, бойфрендов заказывала, построили путиловский завод, на который истратили кучу денег, который потом оказался у... ну и так далее, и так далее. Вот. И вот, но тем не менее, да, тем не менее, вы знаете, наша страна, в ней все начинается вот так вот, а заканчивается Берлином, Победой, всем остальным. Стране Победы приносила калибрами своих стволов ты артиллерия России. Уничтожала тьму и зло, есть много средств у армий сильных, но в ситуации любой ты артиллерия России, военный самый главный бог. Под Севастопольскую синю на Курской утренней заре отведал враг святую силу твоих могучих батарей струей неистового света, ломила обороной грудь. И соприленные латветы вели вперед победный путь, прочнее любой особой стали. И без тебя тобой не стали Суворов, Жуков, Баграмин, Испепеляющие грозы. Куда б дорога не вела и яркие салютов звезды, все это есть твои дела. И ясен день, и воздух чистый, и продолжать концерт пора. Ну что ж, друзья артиллеристы, «Сова с попролной и ура». Это не была парадная песня. А потом вдруг внезапно, я тоже вспомнил, мне отец рассказывал, что село Инная Слобода, Савсовского района, где родился генерал моего космических войск Михаил Алексеевич Калентин, мой отец. Там было много разных интересных вещей. Но про деда я рассказывал, который воевал. У них вся рота была с деревни, он был первый, второй номер пулемета Максима, рота вся сдалась, он по немцам же стрелял, дедцы его быстренько убили. Оказывается, еще у них был один такой же герой, который воевал на батарее пушек калибра 45 миллиметров. Для тех, кто не знает, я напомню, дорогие друзья, пушка эта появилась в результате того, что советское правительство купило у немцев 37-мм противотанковую пушку. Основное немецкое противотанковое средство было 37-мм пушку, которую дедцы называли «Колотушка». Когда они встретились с Т-34, она их не пробивала ни с какой проекцией, ни сзади, ни спереди. Ну просто наши купили эту пушку, пушка хорошая оказалась, леденькая такая. Просто рассверлили ствол, просто тупо рассверлили ствол до 45-ти миллиметров. Это получилось 45-ка, которую мы сейчас с вами знаем, про фильмы, по книгу и так далее. Ну и у которой было замечательное название «Прощай, родина». Потому что, когда, сами понимаете, когда они стоят в окопах, им деваться некуда, им надо только поразить танки противника. А в танках противника сидят ребята, которые учились воевать по-настоящему, которые со второго выстрела выпадают в любую цель в радиусе, так сказать, эффективного огня своих орудий. И воевать было, конечно, непросто. Тем более, что немецкие танки в лоб эти пушки не пробивали. Т-4, слава богу, Т-3 еще пробивали как-то куда-то. Да, еще одна история интересная. Я лежал в госпитале в городе Ленинграде и со мной в одной палате лежал командир голубичного полка. И вот он нам рассказывал о своей жизни во время Великой Отечественной войны. Безумно интересно было. Он говорит, вот у нас, говорит, дальность прямого выстрела 800 метров, 122-мм. у тигра дальность прямого выстрела, километр 300. И вот он подъезжает, сволочь, говорит, на километр. И начинает нас расстреливать. А мы ему еще сделать не можем. Потому что вот так не попадешь, а вот так не долетаешь. И они что делали? Они, значит, нашли 45-ку, где-то там валялось, ну оружие много валялось, нашли 45-ку, таскали ее за собой и нашли снарядов там бронебойных, там всяких разных. И немцы, говорит, очень не любили, когда делают то, что им не нравится. А именно, они любили, когда ее в борт попадают. И вот подъезжает тигр, а мы эту 45-ку, говорит, закатываем на нейтральную полосу, туда далеко-далеко, снимаем с нее щит и сажаем возле нее там бойца, у которого 5 снарядов всего. Его задача эти снаряды выпустить и убежать оттуда, уползти, ну как угодно. Если он погибнет, смертью хранит, ну ничего страшного. То есть подъезжает этот самый тигр, сейчас я вас тут всех, вот, постреляют немножко по нам, а дальше этот боец, ему в борт с расстоянием там 150 метров. Видите, 5 снарядов выпускает, значит, ну, хоть, как говорится, хоть не съем, так по надку саю. Ну и немцы становятся грустные, они задним ходом уезжают к себе, значит, туда. Вот так вот они вот воевают. Вот. Ну а вообще, конечно, это тоже требует своего описания, конечно, артиллерии нашей страны, ну и вот песня, которой я немножко радуюсь, даже что я не потерял способности писать что-то разумительное. Песня называется «Сорокопятка». А в пять утра пришел приказ, что петряда возле нас прорвали фронт фашистов, танковые роты. И если ровно через час не будет рядом с ними нас, раздают нафиг всей пехоты пулеметы. Снарядов, взявших три руки, мы подхватили передки, и смаху сразу взяли три креста альнуром и понеслись туда вперед, где смерть геройская нас ждет. Одна надежда, то, что пуля все же дура. Эх, упал небо голубой, а мы влетели сразу в бой, и фрицы бодрую ворьбой идут в атаку. А по-немецки быстро шнель, а мы их звукой в шатнель. Красиво точно, по стахару, стипец брака. И тут такое началось, их сразу столько поднялось, и двадцать тушек, и двадцать танков беглой пушки свои греют. Одна отрада, что него, мы рваем быстро своя коп. Спасай страну, сорока пяток батарея, сорока пятка. Прощай, Родина! А что останется в остатке? Эх, сколько же тобой пройдено? Спасай страну, сорока пятка. А мы их приняли в упор, тут очень быстрый разговор. Успей, пока не поверну вон свою пашню, а пехотинцы молодца, не заморали часть лица, сыпели с немцами в окопах в рукопашной. А самолеты не позвать, где фрицки нашли убедать, тут надо только уповать на силу духа. А я один в расчете цел, избили пушечный прицел, и через дуло навожу, давай, брат духа. Удача долго не везет, и на меня их танк ползет, и не берут броню, снаряды лобовую. И я решил, что все хана, моя закончилась война, сейчас меня он своей пушкой быстро сдует. И нечем было больше крыть, а он попер меня давить, а побежать не будет никакого прёку. Но тут подарок от судьбы, его насквозь старт пробил с 34-ти нашей, вылетевшей сбоку. 45-ка, прощай, Родина! А что останется в остатке? И сколько же добою пройдено? Спасай страну, 45-ка! А мы с танкистами потом на грудь применяли грамм по сто и помянули третьим тостом наших павших. Комбата нашего орла в земле предали их тела, и стало мне тогда и горе сны и страшно. На 10 лет один ответ, что-то скалоколь 20 лет, мы этот бой сумели выиграть, ребята! Из батареи я один, остаться цел и не вредим. Спасибо ей, моей родной 45-ке! Спасибо ей, моей родной 45-ке! 45-ка, прощай, Родина! Остался я один, но оставьте! И сколько же добою пройдено? Спасай страну, 45-ка! Спасай страну, 45-ка! Спасла страну, 45-ка! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и, конечно, любимая тема. Любимая тема называется «Танки». Вот я давно дружу с музеем, а не только в жильнике, и в кубике в самой большой в мире музей. И хочу сказать вот такую вещь, очень хорошую на самом деле, что по решению в каждой стране большой есть свой музей танковой и техники. И вот они объединились вместе в одну ассоциацию музеев и выбрали самый главный музей наш в Кубике. Вот, в общем решение, когда эта ассоциация возглавляет музей в Кубике. Я вас туда всех приглашаю. Он работает каждый день. Вход туда стоит смешных денег, все рублей 150. Но вы там можете увидеть то, что на самом деле является славой нашей страны, вообще мировой технической мыслью, потому что, сами понимаете, это танк, это то, что должно стоить минимально, выполнять максимальную боевую задачу. И чтобы остался в живых экипаж, цел, выполнил боевую задачу и чтобы победил врага. Вот и вот такая пара песен, посвященных еще одной дате этого года, 1943 год, это битва под Кухом. Потрясающая совершенно вещь, которую наши называют победой. Ну, конечно, если... Конечно, победа, это победа, конечно, да, но вы сами знаете, что под Прохоровкой за один день войны 5-й гвардейской танковой потерял 336 машин за 5 часов боя. А сколько потеряли немцы, неизвестно, но гораздо меньше. Вот. И... Ну, опять же, каждая страна воевала по-своему, каждая страна воевала в свою войну. Результат всем известен. Вот, поэтому все это, конечно, как говорил Симонович, пусть враг силен, но тем больше наше слава. Выиграть войну невозможно. Ее можно выиграть, вернее так. Выиграть войну можно, победить нельзя. С одной стороны. Вот, и я хочу спеть пару песен, посвященных этой дате, победе Панковской. 70 лет, потому что все-таки, конечно, конечно, очень... 58 тысяч с 3-3-4 было сделано, вот, а всего там-то было сделано около полумиллиона, и самоходных орудий нашей страны. Вот, сейчас я считаю, вот, есть замечательный автор Александр Широкарат, который описывает Первую мировую войну и Вторую мировую войну. Конечно, самое удивительное то, что 14-й год и 41-й, разница всего ничего. Но если бы в 41-м мы имели то, что было в 14-м, то у нас бы уже не было так странно. Тут можно много говорить о зверствах товарища Сталина, о том, что все делали неправильно и так далее, но, конечно, все нормальные люди понимают, что если бы не было вот этих товарищей, которые нам в нашей стране тогда руководили, то и нас бы тоже сейчас бы не было. Такие были законы, такая была жизнь. Ну ладно. мы вышли из боя и сели за стол. Илюш, эхо поменьше, сделаем это. Мы вышли из боя и сели за стол. Пора наступила обедать, и с фляжки зеленой налили по сто за общую нашу победу. И с фляжки зеленой налили по сто за общую нашу победу. А первый поднялся радист наш стрелок, броня говорит, это главное в танке, давай за броню нашу выпьем, браток, чтоб все отразило баллонки. Вторым стал наводчик, лихрастый герой, рязанский парнишка Василий, за пушку свою нам налил по второй. Она говорит, наша главная сила, нелегкое дело с фашистом, война, но все же, друзья, как хотите, без дизеля, чудики, танку хана, налил нам Петрович водитель. Без дизеля, чудики, всем вам хана, налил нам Петрович водитель. А наш командир все сидел и молчал, внимая, минутам погоем, и только по кружке, тихонько стучал своей обожженной рукой. И только по кружке тихонько стучал своей обожженной рукой. И глядя куда-то в далекую даль, влупил заключительный выстрел. А давайте за главную танкодеталь, за наших советских танкистов. Давайте за главную танкодеталь, за наших советских танкистов. По полной заглавную танкодеталь, за наших советских танкистов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, тут надо выпить, конечно. Короче, есть. А я сразу переметнусь мыслью в наше время, одна из самых непонятных и моих любимых песен, посвящение танку Т-34-76 производства Сминдарского тракторного завода, который в 1942 году в составе бригады двигался на фронт и в районе Пскова затонул в болоте, пролежал на боку 60 лет под таком положении. И в 2002 году его из этого болота извлекли в наши поисковики. Откачали из него ил, сняли с него снаряды, патроны, зубные щетки, ботинки, личные вещи экипажа. И сейчас он в этом самом музее ездит в этот самый танк. То есть если вам кто-то скажет плохое слово о качестве нашей советской техники, вот вы ему сразу вспомните этот предслучай, что танк, который 60 лет проезжал в болоте и был сделан фаленгазским трактором в заводе из массового терроризма, потому что цветного металла не было, стекла не было, было зато желание победить врага. То есть у него пять катков, помните, вот эти четыре. Из них только два имели внешнюю амортизацию, а три остальных у них была внутренняя амортизация, потому что не было резины. И вот песня посвящается этому танку дедушке моему, который погиб в смертью хребра где-то в Белоруссии и всем нам, дорогие друзья, потому что вот живет теперь эта стальная машина, значит живы души людей, которые ее сделали, значит живы души инотантистов, которых уже нет с нами и вообще значит есть страна названий Россия. Детей нету, да, я поэтому там одно слово если хорошие, я заранее за него извиняюсь. Танк из болота. Меня подцепили с оба рука, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер летящий в осинах, и я увидал над собой облака и ветер летящий в осинах, и время мое побежало опять, как будто вчера заводили, и снова услышал я твою мать, и понял, что мы победили, и понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами братья мои, простите меня и поймите, простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей бригады, но лишь одного меня сохранило болото, не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигр меня не искалечил, меня не расплавил товарищ хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки, вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки, залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови из солярочной премии, почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели, я брошенный в землю военный посев, я памятник сгинувшей роте, и мирная техника прет по шоссе, поскольку я был в том болоте, я с пушкой торчащую наискосок, для вас непонятен и страшен, соляркой пахнущей братый кусок истории родины нашей, что я θέλь Са от luck и советский солдат второго военного года я танк я убитый воскресший солдат второго военного года я тет военный убитый воскресший солдат второго военный года слушай Аплодисменты Основная часть будет Великий наш поэт Офицер Игорь Николаевич Морозов Который об этом скажет Из первых остров Ну я поскольку Там не был Честно говоря И вот все время хочется Как большие дяди Недавно совсем попросили помочь Празднование 65-летия Нашего вертолетного завода Который выпускает Ми-8 Ми-24, Ми-26 Я узнал очень много интересного Для себя Что круче Ми-8 Оказывается вертолета в мире нет И что по количеству экземпляров 30 тысяч штук выпущено По всем мире Больше нету его И самый мощный вертолет в мире Тоже у нас выпускается Ми-26 Вы знаете Ну а Ми-24 Тут что-то говорить Ми-24, Ми-35 Боевая лучшая Всех наших побед И вот такое посвящение Всем афганцам Вот Хотим бы их поблагодарить За то, что остались живы За то, что выполнили боевые задачи За то, что они у нас сейчас есть И вот И конечно Тут вопросы Надо это было Не надо это было Сейчас у нас Героин стоит гораздо дешевле Чем когда мы там воевали Потому что пиндосы его там выращивают Пиндосы его возят в Европу Ну а мы его тут себе корим Ну и вообще Так сказать Все тоже стало непонятно Сейчас приезжают Афганские моджахиды бывшие Которые там сейчас Начальники уездов И рассказывают Как было здорово При Шураве И как плохо При американцах Вот Ну и очень плавно Очень уговорим Освещается песнями Салюты 2.24 А наш пятнистый грагодил В такое место угодил Откуда можно Очень редко Выйти целым И варит сбоку дышака И ручка прыгает в руках И чпи через пыль не видно Ничего в прицеле А мой ведомый Вот чудак Он все летает кое-как Все норовит Залезть под наших Нур от трассы А там внизу Мотострелки И много думать не стути Опять забыли Позырные Папуасы А тут откуда Не возьмись Летит граната Сверху вниз Влупили духи Очень грамотно С вертушки И если б капельку точней Не быть бы здесь Тебе и мне Пришел конец Был нашить доблест На вертушке Но слава богу Пронесло Мы помахали им крыло А ну давай В ответ Стабло из блока Нуров Вы извиняйте уж Друзья Нам не ответить Вам нельзя Наш экипаж Высокой воинской культуры Вертолет Огневого прикрытия Чистит землю Надежно От духов Выдан только Дымами Иль трассером Обозначьте Где зад Где вперед Площадное Устроит Накрытие После нас Будет тихо И сухо Ну а что там Случайно Останется Пусть пехота Потом подотрет А там Внизу Проснулись Вдруг Кричит Наушник Слышишь Вдруг Скорее Становитесь Круг А то Нам Опа Левее 102 ДШК Вы им Подкиньте Огонька Покуда Нам Полполка Не Перехлопал Ох Ты Родная Мазута Мой Оператор Музыка Сейчас Сыграет Две Руки Он Духом Месу Мы Как Настроенный Рояль Снимаем С клавиш Вуаль И Отстаем Родной Пехоты Интересы Вертолет Огневого Прикрытия Коммунальная Наша Квартира Лучше Бросить Красивую Девушку Чем В бою Обороты Винта Обеспечить Сплошное Накрытие Наш Летучий Т-34 Жар Обживка В делах Героических Не во всех Сохранится В местах А добрый Терник Наш Кузьмич Он Произнёс Красивый Спич Что Мол Опять Всю ночь Мне Штопать Дырки Ваши Прости Кузьмич Прости Родной Империализм Всему Виной Мы Сдвинем Разом Алюминиевые Чаши Потом Примчался БТР Мотострелковый Офицер Нас обнимал Немного Наливал Из пляжки Чего слова-то Говорить Ты вертолёт Благодари И приложи Проток Ладонь В своей Фуражке Вертолёт Огневого Прикрытия Он Подобен Настроен На Лирия Партитуру С Листа Незнакомую Отыграли Красиво В шесть Рук Из любой Передряги Нас Вытянет Наш Любимый Ми-24 Дорогой Наш Дырявый Единственный Настоящий Проверенный Друг Настоящий Проверенный Друг Ну Предпоследняя Песня Дорогие Наши дамы Всем готовы Вас всегда Поцеловать И отнимать Вашу дочь И вашу мать Постоянно Днём и ночью Мы вас любим Мужчиночек И зимой И день весны Без халтуры И выходных Мы любить вас Будем вечно Если вы для нас Конечно Увидите Вспоминайте Вязать и шить И варенье телепить Мы не готовим Не стирать Пыликать Не вытирать В магазин ходить Я не быстро говорю В магазин ходить За пивом Завиваться всем надевая Ещё при том При этом быть Причёсанной Одетой На уких Красных руках Быть какие-то Вы слегка Хмелеть Как королевы Но не бегать Чтоб налево Чтоб сгорали Тости Все вокруг Мужики Ну Сработан Телевизор Нам включать Нам и сладко Песни петь Но наука Не храпеть Быть готовы Второй час Защитить себя И нас После боя Чтоб любой Мужу Занести домой И придя на край земли Утречков Похмелеть А за это Так и быть Будем мы вас Всех Любить Аплодисменты Нашим женщинам Примеры песни Еще одну Да Я дорогие друзья Не сказал Значит Два диска Один старый Девятый мая Второй новый Называется С днем артиллерии Вот там они в углу стоят Песня про 45-ку На новом диске Про артиллерию Купить 200 рублей стоит Извините 5 депей Вынужден Наоборот Чтобы я вам давал деньги Дорогие женщины Примеры песни Вам посвящаются Как сладко целовались мы Будто и в казарме В скверике Как пилы с твоей туфельки На свадьбе Я вино Как круто Выпускались мы На ужас всей Америки И жизнь семьи военного Слагали домино И жизнь семьи военного Слагали домино В военной биографии Летели дни и месяцы Где переезды звания Стремились обогнать Рожала и готовила Ты в промежутках весела И загоралась радостью Я дома Здравствуй, мать А боевой готовности Задачи не пирожные А постоянно радостный Родной личный состав Но тихим женским шепотом Военной службы сложности Распутывала милому Как внутренний устав А праздники военные Число их не сосчитано И должности и звания Которым нет числа Где после тостов яростных Домой вела защитника А иногда бывало ведь И на себе не сладко Над далекими полярными снегами И над столичной Бестолковой суетой Спасибо нашей дорогой Любимой маме Спасибо жулушке Супруге золотой Спасибо жулушке Супруге золотой А сколько было прожито А сколько было пройдено А сколько было выпито По праздникам вина Но для меня понятие Что называют Родина Вмещает светлый образ Офицерская жена Вмещает светлый образ Офицерская жена Стирала и готовила И штопала и красила Решала безнадежные Служебные дела И жизнь нашу суровую Раскрашивала ласково А главное, товарищ Ждала меня, ждала А главное, товарищ Ждала меня, ждала И над далекими Полярными снегами Хлопаем И над столичной Бестолковой суетой Спасибо нашей дорогой Любимой маме Спасибо жёлтушке Супруге золотой Спасибо нашей Дорогой любимой маме Спасибо жёлтушке Супруге золотой Крайняя песня 12 числа у меня будет концерт Извините, в шале Горнолыжный концерт Если кому-то интересно Приходите Там будет Про горные лыжи Про сноуборд Про любовь Про дружбу Про всё Про всё Вот и Ещё одна новая песня Сделал, блядь, диск Офицера запаса Но, знаете, жизнь остановить невозможно Сначала вот это увидишь Потом вот это увидишь Потом вот это всё Продолжается 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 То же То это выскочит То то выскочит То табуреткин был Такой был повод Лучшие свои стихи написал Наш министр Мужчина силы редкой Он стоит за родину За нас За мать За мать Он любой может табуретку Починить А после поломать Он серьёзно В ракетах И в разведках С ним Традится дольше Нить Он любой может Табуретку поломать А после починить Спите крепко Воины и детки Солнце мира над землёй Встаёт Он возьмёт Любую табуретку И активизирует её Он отпилит все четыре Ну ладно Ну Тартать Чё могилы тартать Уже Похороненных людей Неважно Ну ладно Ребята В общем я хочу Вас поблагодарить За то что вы сегодня Пришли на наш вечер Потому что Конечно Тема Батальонная разведка На мой взгляд Одна из самых главных тем Вообще в России Потому что Наша главная слава Конечно Это не нефть и не газ Это конечно Не территория А это вот Это самая батальонная разведка Это то что написал Морозов Выразил Морозов Свои гениальные песни Вот это военная слава Страны в которой Очень много происходит Разных чудесных вещей Удивительных Но которые почему-то Воюя по-своему Побеждают Всех своих противников Которые ходят красивые Напомаженные Поднимают ногу До неба Делают страшные бушки Великолепные танки А потом просто Тихо Проигрывают Компанию Целеком И мы должны Это помнить Мы должны Этим гордиться Мы должны Детей своих Учить Что главное В жизни Это не японская Бэушная машина Хонда Сервая Как у меня И не замечательный Самсунговский Мобильный телефон Это та картинка Которая на этом телефоне Что там В заставке был Дедушка Твой В пилотке Вот тогда И действительно Работает хорошо И батальонная разведка Это конечно Это то Что должны Детям Преподавать в школах Чтобы они сначала Это понимали А потом уже Все остальное Ну вот Ребят за вас Хорошего вам настроения Главные качества Сенина Терпение И оптимизм Не будем их терять В будущем году Нас с тобою мотало Не покажется мало Нас война не забрала А оставила жить Кто манагером стал А кто стал генералом И прозрачная горлость Надо мною кружить Жизнь тащить на горбу От системы к системе На зубах растирать И печаль и тоску Нам досталось с тобой Нескучное время Перестройка и гласность Чернобыль и Курск Пусть историк мудрец Объяснение ищет Как под хохот и свист Без зарплаты квартир Мы все войны в свои Победили дружище Как смогли сохранить Этот сказочный мир Пусть кидал он налево Бросал он направо Ты держал в чистоте Все нарезы ствола И летит над землею Наша горькая слава Наши руки их на крыльях Наша горькая слава России орла Для кого-то дурна Для кого-то красива Белый, красный да синий Ум, совесть да честь Это наша земля Это наша Россия Меж лесов и полей Уж такая, как есть Ты себя сохранил Ты не стал папуасом И достаточно сил Жить в страте запятой Офицеры запаса Офицеры запаса Это главный запас Наш запас золотой Нас не нужно жалеть Мы в себя не жалели Нам хотелось быть только Ребята одно Чтобы кто-то закончил Стальные метели И открыл в небесах Голубое окно Чтобы кто-то закончил Без предела метели И раскрыл на саду Надежды окно Надежды окно Спасибо за внимание Давайте тогда диски Диски давайте теперь Никайла распишет со мной Распишу